В данном уроке я расскажу, что такое UV-развертка и покажу, как с ее помощью накладывать текстуры на объект. Итак, представьте, что данный наш куб выполнен из бумаги, и сейчас нам необходимо его разрезать. Я сейчас переключусь в режим выделения ребер. Также я переключился в режим wireframe, чтобы он был прозрачный. И с помощью shift выделяю ребра, вот так данных 3 ребра, и затем еще 4, следующие, вот так за ними. То есть, как будто ножницами мы зашли с данного угла, прошлись вот так по данным ребрам, и здесь закончили. Остальное больше мы ничего не разрезали. Сейчас вы увидите, как это будет выглядеть на плоскости. И теперь я переключусь в режим Compositing. Вот здесь находится наш куб, а здесь слева у нас окно UV-имидж-эдитера. Вот как раз в нем и происходит настройка UV-развертки. Данное окно мы пока уберем. И после того, как вы пометили нужные вам грани, то есть сейчас мы их просто выделили, а теперь вот как раз нам необходимо их пометить. Можно нажать клавишу T, чтобы вызвать меню. И здесь вот вкладка Shading UV. Есть кнопки Mark Sim и Klee Sim. Это пометить и убрать помеченные грани. Также можно вызвать данное меню горячим сочетанием клавиш. Ctrl-Shift-I. Нет, Ctrl-I. Да, Ctrl-I. И выбрать пункт Mark Sim. Я выбираю. Теперь если убрать выделение, мы видим, что данные ребра у нас подсвечиваются красным цветом. Это как раз говорит о том, что они помечены у нас для развертки. И теперь, чтобы выполнить развертку, необходимо выделить полностью наш объект в режиме редактирования. И нажать клавишу U. И здесь выбрать первый пункт Unwrap. Есть также другие типы разверток, но этот лучше всего подходит. Особенно если вы вручную помечали грани. И вот мы видим наш разрезанный куб. Сейчас я перейду, сниму выделение. Здесь оно пропадет. Но вот еще раз вы можете посмотреть. Отсюда у нас идет начало. Вот так идут 4 грани. И затем в конце вот 3 грани. 1, 2 и вот это третье. Снова перехожу в режим редактирования. Выделяю все. И вот мы видим, данные грани появились здесь в окне. А теперь давайте разместим какую-то текстуру на нашем объекте. Здесь сейчас в Blender покажу, есть встроенная отличная текстура. Называется она Color Grid. Я нажал кнопку New. Мы здесь можем добавить изображение, указать его название, размеры. Я выбираю сразу уже тип Color Grid и нажимаю ОК. И здесь, как вы видите, появилось вот такое квадратное изображение. Здесь разные кубики с подписями, чтобы мы четко могли ориентироваться, какая часть текстуры отображается на нашем объекте. Здесь панельку мы скроем. Перейдем в объектный режим. Режим отображения Rendered. Настроим мир. И создадим новый материал. В Blender накладывать текстуру на объект без материала невозможно. То есть у объекта всегда должен быть какой-то материал. Здесь наш shader diffuse. Мы добавляем имидж текстур. Подключаю. Сейчас все розового цвета. И теперь я здесь выбираю нашу вот эту текстуру. Название мы ей не дали. И вот мы видим результат отображения данной текстуры на нашем кубе. Здесь, как вы могли заметить, координаты мы еще никакие не указывали. Но Blender уже знает, что для данной текстуры у нас выполнялась UV-развертка. И сейчас он располагает все корректно. Теперь мы можем в окне UV-имидж-эдитр использовать те же кнопки, как и при моделировании и всем остальном. То есть G-перемещение, R-вращение, S-масштабирование. И вы сразу же будете видеть результат. Вот я нажимаю клавишу G. Вся наша развертка двигается. И как вы видите, смещаясь по данной текстуре, смещается и результат на нашем кубе. Я могу нажать клавишу R, повернуть развертку, сместить ее сюда. И вот результат, соответственно, другой. Ну и также S. Уменьшить масштаб. Сразу видим, становится более крупным. Либо же увеличить. Но помимо данных комбинаций, вращения, перемещения, мы можем просто редактировать данную развертку как 3D-объект. Причем здесь мы редактируем лишь саму развертку, и это никак не отражается на форме самого объекта. Ну вот у нас есть грань. Давайте E7, E8. Вот она находится. Я выделяю сейчас данную вершину. Нажимаю G. Тяну ее в сторону. И вы видите, как искажается изображение. То есть данные 4 вершины стали захвачивать большую область текстуры. И все, что попадает в данную область, отображается на данной грани куба. Также здесь те грани, которые мы задели, также исказились. А вот грань C7, C8, сейчас мы ее увидим, она осталась без изменений. Здесь текстура располагается так же, как и было. Ctrl-Z, я вернусь назад. Если же мы добавим нод маппинг и подключим его, то теперь нам уже все-таки придется добавить нод текстурные координаты. И здесь уже указываем не generated, как это было ранее, видите, да, здесь текстура отображается таким образом. А указываем наш UV. И теперь уже текстура основа ложится корректно. Мы можем производить какие-то изменения здесь. Но наиболее гидкий и визуальный способ – это производить изменения с разверткой прямо в окне UV Image Editor. Ну и для наглядности давайте я сейчас данное изображение удалю. И загружу сюда изображение, которое я использовал в предыдущем уроке. Изображение логотипа. Здесь выбираем его. Вот мы видим, у нас сейчас картинка. Раньше она располагалась вверху. Мы можем даже сейчас подключить generated, видите, вот так у нас все было. Но теперь у нас присутствует UV-развертка. Мы ее подключаем. И теперь уже мы можем регулировать наш куб. Изображение, конечно, не сильно подходит для демонстрации на кубе. Ну, в любом случае, вот данная грань. Можем подрегулировать вершины. И таким образом убрать белый цвет данной грани. Это я вам показал способ, когда мы выполняем развертку. Загружаем уже готовое изображение. И пытаемся подогнать под данное изображение нашу развертку, чтобы она корректно выглядела на объекте. Также еще есть способ, когда вы выполняете развертку здесь в окне UV-image editor. Сохраняете данное изображение с разверткой. И затем производите разукрашивание данной развертки в каком-то графическом редакторе. И потом уже возвращаете в блендер готовое изображение. И есть третий способ, когда вы непосредственно в самом блендере можете с помощью кисточек закрашивать нужные вам полигоны. И результат сразу же будет отображаться на вашей 3D модели. Но данный способ самый простой. Для объяснения принципов работы развертки я думаю он подходит. Давайте вернем цветную. На этом я урок по UV-развертке закончу. А также вместе с ним главу по материалам и текстурам. Я надеюсь вы поняли как это все делается. То есть на вкладке материалов вы можете добавлять различные шейдеры. В редакторе нодов их смешивать, изменять. И также накладывать текстуры. Обычным способом загрузив изображение. Либо же с помощью UV-развертки. А в следующей главе мы уже поговорим о настройках камеры, света. И выполним рендеринг. Скажем так, пройдем полный путь от моделирования до финального рендеринга. Продолжение следует...